Привет, привет, друзья, подписчики и все, кто смотрит мои видео. В этом видео мы коротко поговорим об ошибке P0420, причине и методе ее устранения. Ошибка P0420 формируется в бортовом компьютере автомобиля, в соответствии из переданных данных с кислородных датчиков. Как мы знаем, из моих предыдущих видео, современные автомобили оснащаются с двумя, а иногда с тремя датчиками кислорода. Товарищ Перья предлагает расстрелять эти датчики, но до этого разберемся и обсудим этот вопрос. Назначение основного первого датчика кислорода контролировать качество сшигания топлива в камере с караньями. Если в двигателе все работает нормально, но без проблем, тогда качество с каранья топлива хорош. Но итоговый продукт сшигавшего топлива, отработавшие газы, все-таки имеют в своем составе вредные вещества, которые через трубы грушителя могут попасть в атмосферу. Экологическая чистота природы стоит на первом плане, чем, например, мощность или другие характеристики двигателя. Поэтому из-за требований международных экологических организаций, инженеры были вынуждены еще уменьшить выброс вредных газов в атмосфере и стали устанавливать в трубы выхлопных газов в фильтр, так называемый катализатор. Катализатор, он же католический нейтрализатор, католический преобразователь или католический конвертор. Это устройство в выхлопной системе автомобиля направлено на снижение токсичных выбросов в атмосферу путем восстановления оксидов азота и дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. В ее составе входят драгоценные метали. Я тут не стану подробно останавливаться на этот вопрос, но самое главное мы должны знать. Именно с помощью второго ламбда-татчика, который стоит после катализатора, осуществляется контроль катализатора. То есть, как качественно и эффективно катализатор справляется со своей задачей в очистке вредных газов. Ничто не вечен в этом мире. Катализатор тоже стареет, загрязняется, рассыпается, плавится и так далее. И об этом должен знать спортовой компьютер нашего автомобиля, чтобы во время дать нам знать об неисправности, неэффективности катализатора. Иногда причиной этой ошибки может быть передний или задний кислородный татчик. Но, скорее всего, нужно заменить катализатор оригинальным или почистить ее качественно, если это возможно. Портовой компьютер пока разговаривать не умеет, но, как показывает быстрое развитие автомобильной промышленности, скоро и разговаривать он научится. Но пока до этого машина дает нам знать об неисправности катализатора с помощью знака «Чек» на приборной панели. И после диагностики в итоге мы получаем вот такую ошибку. ПИ-0420. Это нам говорит о том, что пора идти в мастерской и устранить проблему с катализатором, так как он не может справляться со своей задачей, и экология страдает из-за нашей машины. Но катализатор стоит космические деньги, и иногда намного превышает стоимость нашей машины. Так что менять старый катализатор на новый нерентабельно, и поэтому приходится придумывать разные хитрости. Причину и ошибки ПИ-0420 более подробно можете прочитать тут. Поставьте видео на паузу, если это кому-то интересно, и читайте. Существует множество методов проверки эффективности работы катализатора. На Ютубе тоже много их, и поэтому тут в этом видео не буду еще показывать. Сегодня мне по телефону позвонил друг. Говорит, согрелся чек, и хочет, чтобы мы продиагностировали машину, и выявить, что за ошибка. Договорились о времени встречи. Приходит и начинает мне рассказывать. Купил машину две недели назад. Неделю назад заменил катализатор. Зачем? Спрашиваю я. Тут в одном мастерской предложили мне за катализатор 3000 лари. Это около 900 долларов. Я согласился, говорит он. Они вырезали старый катализатор, дали мне 900 долларов, а потом они же поставили новый универсальный катализатор, и заплатил за это около 140 долларов. В итоге я остался прибилю примерно 760 долларов. При замене мастера, в кавычках, ему сказали, что через какое-то время у нее появится чек, и он должен ее стирать. Если еще появится, еще раз стирать, и так несколько раз может повториться. Но через некоторое время система адаптируется. Чек и ошибка вообще исчезнет. Продиагностировали машину и увидели ошибку P0420. Посмотрели другие данные, и все остальное было в порядке. Двигатель работал как часи. Но когда бортовой компьютер сравнивал данные от кислородных датчиков, ему не нравится выхлоп после катализатора. Это означало, что мастера после вырезки дорогого оригинального катализатора там поставили дешевый катализатор, который не может справиться со своей задачей. И я лично думаю, что ошибка P0420 у нее всегда будет появляться, если не решить эту проблему какой-то хитрым способом. И решают такую проблему наши хитрые умельцы разными способами. И вот тут, поставив на паузу видео, вы можете посмотреть примерно, сколько стоят такие услуги. Если кто хочет качественно решить эту проблему, смотрите эту таблицу, с чем вы можете столкнуться при устранении проблем. И из-за того, что качественный катализатор стоит очень дорого, многие прибегают к хитрым способам. Вообще удаляют старый катализатор, встают ее в приемные пункты, и потом вместе старого катализатора устанавливают пламегасители или еще другие конструкции. Но просто так портовой компьютер автомобиля не обманешь. И ошибка P0420 все равно останется. Нужно еще после катализатора установить эмулятор, татчик обманку, который портовой компьютер будет передавать имитирующий качественный сигнал. Короче, чтоб тут только не рассказывать об этом, есть много материалов в интернете и на ютубе. Только мой совет – ищите хороших, проверенных мастеров. Не все могут качественно сделать эту работу, и не каждый метод подходит для каждой машины. Но помните, обманув хитрыми способами квартовой компьютер, вы обманываете себя, нас и экологию. Из-за таких страдает природа. Так что вставайте в вашу старую барахло в металлоломе, купите новые машины и наслаждайтесь жизнью. Так что в конце видео прощаюсь временно. Скоро у нас появится новое интересное видео. И следите за моим каналом. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Хейтеры тоже могут поставить дизлайки. До встречи. Спасибо всем за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!